Воронеж возьмет реванш за 1 к 4. Спартак не победил ЦСКА, но может быть доволен, что ему удалось перевернуть ход игры. Первый тайм получился неудачным для красно-белых. Редкая для Абаскаля схема с пяти защитниками себя не оправдала. Мивля снова сыграл слабо, упустил Чалота в эпизоде и с первым голом. Зато после перерыва Абаскаль все поменял, выпустил Зиньковского, и Спартак дважды забил. Мощный удар слева удался как раз Зиньковскому. А затем свою голевую серию продлил Соболев, уже до восьми матчей. Итоговая ничья позволила красно-белым выйти на второе место в РПЛ. В Кубке России все еще лучше, три матча, три победы. После такого эмоционального дерби можно ожидать некоторый спад у Спартака. Наверняка и состав будет далек от основного. А без промеса и Соболева команда Абаскаля выглядит не так мощно. Так что у Факела есть шансы зацепиться за очки на домашнем стадионе. Фаворитам в Воронеже совсем непросто. Динамо здесь сыграло 3 к 3. Локомотив был бит 0,2, и даже Зенит разошелся миром, 1 к 1. Да, Спартак победил здесь 4 к 1 в конце августа. Но и там пришлось перестраиваться во втором тайме и отыгрываться с 0,2. И два гола красно-белые забили уже в добавленное время. Факел умеет забивать со стандартов, а в последнее время к тому же стал меньше пропускать при новом тренере Пятибратове. Только что воронежцы разошлись миром с химками. 0,2. Спартак редко теряет очки, до дерби было 5 побед подряд, но тут как раз можно на этом сыграть. Турнирное положение в кубке такое, что этим матчем можно в какой-то степени пожертвовать. На то, что Факел не проиграет, можно поставить в БК-1х ставка за 2,23. Еще один вариант на этот матч, обе забьют за 1,7 в БК Пари. Обе команды редко играют на 0, а тут еще и матч в Воронеже, где фавориту будет сложно.